МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 19 декабря 1741 года погиб Витус Беринг, датско-российский мореплаватель, один из исследователей пути между Россией и Америкой. Его могила находится на острове, названном его же именем. 19 декабря 1866 года было учреждено Русское телеграфное агентство, первое информационное агентство в российской истории. 19 декабря 1904 года произошел прорыв отряда русских миноносцев и катеров из осажденной крепости Порт-Артур. Несколько дней спустя японские войска вынудят капитулировать ее гарнизон. В этот день 1941 года Адольф Гитлер сделал себя главнокомандующим военными силами Третьего рейха. Это был жест отчаяния после провального наступления на Москву. 19 декабря умер фельдмаршал Петр Румянцев, один из самых прославленных русских полководцев. Целый ряд полководцев 18 века и наполеоновских войн называли себя учениками Суворова, наиболее прославленного русского военачальника эпохи. А кто же был учителем для самого генералиссимуса Суворова? Ответ дал Александр Васильевич в переписке с молодым вельможей Ростопчиным. Тот просто в списке адресатов фамилию Суворова поставил выше имени фельдмаршала Румянцева. Этого хватило, чтобы Александр Васильевич вскипел и дал указание адъютанту, отвечая ему «Суворов – ученик Румянцева». А еще он как-то сказал, услышав критику в адрес своего учителя, «Невежные петербургские не могут давать правил российскому Нестору. Одни его повеления для меня святы». Под Нестором он разумел, конечно, все того же Петра Александровича Румянцева. Хотя Суворов и относился к своему соратнику подчеркнуто уважительно, как к старшему, но разница в возрасте между фельдмаршалами была всего-то 5 лет. Но начал Румянцев службу очень рано и по карьерной лестнице двинулся очень быстро, чему причиной было его высокое происхождение. Его отец, известный дипломат, был одним из приближенных императора Петра Великого. А крестной матери новорожденного Румянцева стала сама императрица Екатерина I. Когда же после войны со Швецией в 1743 году молодой офицер приехал в столицу с известием о мире, его из капитана произвели сразу в полковнике и было тогда Румянцеву всего 18 лет. Поведение этого баловня было ужасным. Как представитель золотой молодежи он кутил, буянил, отлынивал от обязанностей. Укротить его нрав умел лишь собственный отец, который мог и высечь своего сына-полковника. Однажды он написал своему отпрыску горестные слова «Не пришло до того, или уши своих зашить, и худых дел ваших не слышать, или отречься от вас». Все поменялось, когда до Петра Александровича дошла новость о смерти его отца. Как отмечают многие, трагедия серьезно повлияла на характер молодого повеса, и он с головой погрузился в сложности службы. Румянцев сумел на поле боя свою бесшабашность превратить в храбрость, а свои нравия в инициативность. Он никогда не был суров с подчиненными, но был, что называется, отцом-солдатом. Питался с ними из одного котла, прекрасно помнил многих самых простых воинов по именам. Рассказывает, уже на склоне лет признал в каком-то стороже своего ветерана, а кликнул по имени, расцеловался с ним. То, что позже будет отличать полководца Суворова, было школой Румянцева. Это он был ярым сторонником активной наступательной стратегии. Он одним из первых европейской армии стал применять рассыпной строй. Он всегда делал то, чего от него не ждал враг. Впервые о Румянцеве заговорили в Европе в Семилетнюю войну, где он бивал даже Фрериха Великого, из-за чего тот говорил «Бойтесь собаке Румянцева, прочие русские не так опасны». Но настоящим звездным часом его стала война с Турцией, почему-то даже и прозвали Румянцевской войной. Он расколотил основную армию противника, когда-то была в 4-5 раз больше. А разница потерь в генеральном сражении при Кагуле оказалась и вовсе фантастической. Примерно 350 человек против 20 тысяч утурок. Фельдмаршал владел несколькими богатыми дворцами в разных концах империи. Но он обустроил в них свой быт так, будто всегда пребывал в походе. В селе Ташань под Киевом у него был целый дворцово-парковый комплекс. Но жил он буквально в двух комнатах. Непритязательно и даже скромно. Там он и умер. Настоящий русский гений военного искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова